привет я евгений киселев и вы на моем youtube канале начну сегодня с короткого видео я складываю себя полномочия президента российской федерации и готов предстать перед международным уголовным судом все политические заключенные будут освобождены с новым годом россия будет свобо надеюсь не прямом эфире нет что вы николай платоныч запись думал что на дальний восток примемся на оленей но сигнал на спутник не поднимали добро василич василич готовьте петровича раззявы это был фрагмент из предновогоднего выступления гуттаперчевого двойника владимира путина в программе новые куглы целиком этот выпуск только на моем канале посмотрели 300 тысяч раз сегодня я покажу вам еще один выпуск буквально через несколько минут но прежде пожалуйста поставьте лайк этому видео чтобы его увидела как можно больше людей и подпишитесь вон там внизу под видео есть кнопочка нажмите на нее заодно нажмите на колокольчик чтобы вам приходили извещения о появлении на этом канале новых материалов ну а теперь важное на мой взгляд предисловие ко всему что я сейчас собираюсь вам рассказать и показать почему программа называется новые куклы почему новые ну зрителям постарше я думаю и так понятно объяснять не нужно молодым людям наверное надо кое-что объяснить в 90 и начале двухтысячных годов в россии была такая знаменитая сатирическая передача выходила она на старом нтв когда этот телеканал был совсем другим не то что сейчас независимым от государства на нем выходили программы высшего журналистского качества такие как например глаз народа на медни герой дня и многие другие в том числе куклы героями которых были гуттаперчевые двойники всех ведущих российских политиков и чиновников того времени от ельцина и путина до их помощников и даже охранников авторы кукол обсмеивали разные неловкие ситуации в которые попадали эти люди их неуклюжие заявления и недальновидные поступки вокруг кукол вы не представляете чего там только не происходило настолько это была заметная популярная передача которая кто-то основная масса людей эту программу обожала кто-то морщился говорил что ну все-таки шутки иногда в этой программе низкопробные ну а кое-кто и всерьез ненавидел дело даже доходило до того что программу несколько раз пытались закрыть один раз с участием генеральной прокуратуры российской федерации анекдотическим образом против этих самых гуттаперчевых кукол пытались возбудить уголовное дело и тогда премьер-министр виктор черномырдин даже вынужден был в один прекрасный день пригласить к себе своего резинового двойника и публично с ним в таком вот шутливом примирительном тоне побеседовать чтобы публика убедилась у премьера российской федерации есть чувство юмора и он вопреки слухам не имеет никакого отношения вот к этой самой нелепой истории с уголовным преследованием кукол отдельные фразы которые сценаристы тогда вкладывали в уста своих резиновых персонажей становились мемами молва начинала всерьез приписывать их реальным политикам хотя например тогдашняя звезда российской политики покойный генерал десантных войск александр лебедь в жизни никому никогда не говорил упал отжался и ельцин тоже никогда не произносил культовую фразу во всем виноват чубайс ельцин кстати куклы вроде бы терпел терпел много лет в отличие от путина особенно путин был разгневан выпуском кукол где авторы его весьма метко сравнили с персонажем сказки гофмана про злобного карлика крошку цахиса когда между нтв и кремлем случился конфликт тогдашний глава кремлевской администрации волошин передал фактически ультиматум хотите уцелеть из программы куклы должен исчезнуть путин они топи не эти на себя путин не исчез и это нтв в ряду прочих прегрешений не простили телекомпанию разогнали а куклы закрыли я уже говорил что мне казалось куклы повторить нельзя оказалось что я ошибаюсь нашлись люди которые решили таки их возродить и рассказываю некоторые подробности как это случилось все началось год назад в таллине где встретились трое журналистов которые в начале 90-х как раз тогда когда родились старые куклы работали вместе в одной московской редакции гремевший тогда на всю страну теперь эти люди живут за границей я пока не могу не вправе раскрывать их имена но сами они про себя говорят примерно так у нас признаться осталось мало общего разные страны разный бизнес разный путь за эти 30 лет после того как мы покинули прежнюю профессию но сохранилось чувство юмора и желание превратить его в оружие диктаторы страшно боятся быть смешными они даже смерти боятся меньше путин это доказал закрыв программу куклы история должна закольцеваться путин убил куклы куклы убьют путина место встречи этих трех бывших журналистов было выбрано не случайно в таллине сохранилась производственная база программы которая называлась мягкие и пушистые это была популярная эстонская версия старых кукол которая выходила в теле эфир больше 12 лет остались мастера художники операторы актеры и вот они научили новую команду очень непростой технологии производства программы идея главное слово в проекте новых кукол потому что большая часть команды работает именно за идею то есть бесплатно в этих людей нет ни грантов не спонсоров за ними нет никаких денежных мешков поверьте финансировать производство три бывших журналиста решили из своего кармана в складчину и хотя производство кукол создание портретного сходства с прототипом костюмы стоит немалых денег они решили идея дороже через несколько месяцев после той январской встречи в прошлом году таллиннские мастера кукольники произвели на свет первых бутаперчевых персонажей программы кстати дело это не быстрое в прошлом иногда приходилось одну и ту же куклу переделывать по нескольку раз пока она действительно не получалось по-настоящему смешной и узнаваемый в июне 23 года был первый вариант готов первый вариант первого выпуска оказался он не совсем удачным после чего было решено подключить к проекту нескольких авторов из россии ну почему потому что для того чтобы попадать в нерв российской аудитории программа рассчитана прежде всего на российскую аудиторию быть смешным для нее важно чувствовать атмосферу стране дышать тем же воздухом вот тогда сатира может быть не только смешной но и опасной для диктатуры и вот что получилось смотрите первую дебют ную серию новых кукол которая называется последняя рыбалка дебют ную серию и 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 Хорошо сидим. Это Гиркин хорошо сидит, а мы рыбачим. Конечно, конечно. Я в том смысле, что давно не получалось вот так вдвоем. На природе. Последний раз помнится на Енисея с Шойгу. Шойгу, где наживка? Не кричи. Рыбу распугаешь и меня. Опять Шойгу в бахмуте сейчас. На вот, возьми мою. Ты что, на червяка плюешь? Я на всех плюю. Ты бы это, своим стратегическим биоматериалом не разбрасывался. Вот клонируй тебя, пиндосы, и будет у них свой Путин. Мой клон в Белом доме. О чем еще можно мечтать накануне выборов? Американских. Уважаемые члены Совета Безопасности. Товарищи, международная обстановка. Наш ответ Чимберлину. Господство. Господство. Платоныч категорически. Войну? Войну. Понимаю. Валентиночка она. Вам в стакан. Ну и вы все. Имена все равно не знают. Я прощаю вам, вас, что парадный обед, победный парад, безмятежный совбез, 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 совсем без меня, сына собаки. Стало наркоманы, дряхлые дегенераты, лживые твари, тупоголовые исполнители. Сонные маразматики. Ненавижу. Маленькие дети, ни за что у нас люди не ходите в Африку гулять. В Африке пригожен прокурор, и тоже в Африке страшны чернокожа. Будут вас сажать, бить и обижать. А ты чего в Африку на Брикс-то не поехал, Володенька? Да как я поехал бы? Карантин же. И всех бы пришлось сажать на 15 суток на две недели. Не всех, а тебя. И не на две недели. Труханул? Кто? Ромофосов пальто. А кто это Ромофоса? Президент Южноафриканской республики. Ой, Жека, это ж ты у нас в Африке, главный Бармалей. А в ЮАР я Лаврова послал. Он магнитик обещал привезти. Да, боюсь, забудет. Да ты всю дорогу, всего боишься. А ты прям ничего не боишься. Я ничего не боюсь. И ковида не боишься? Нет. И пауков? Нет. И летать. А чего мне бояться-то? Шестисотый бизнес-джет. Круче птицы в мире нет. Ну-ну. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Чтобы стать еще одним лунным кратером. Щука, подсекай. Сука, помогай. А вот и твой магнитик из ЮАР. Лавров, не кинул. Я кинул. Это я кинул. Это я якорь кинул. Греби к берегу. Нет уж. Спасибо. Мне тут в нейтральных водах как-то спокойнее. Какие такие нейтральные? У нас тут подлодки везде. Русский военный корабль. Иди нахуй. Господи, прости. Как на интересах России в Африке скажется гибель Евгения Пригожина? Да откуда вы взялись-то, блядь? Ну, было же... Было же где-то. Мемыш, Калик. Мне его Хасим Жумар Тимильевич привозил. И главное, я могу это выговорить в отличие от некоторых, а Шкалик найти не могу. Исчез. Куда пропал? А, вот ты где, моя прелесть. Ишь, разгудились тут. Гудят как улей. Гудят как улей. Сейчас лопал от смеха. Пока не забыл, надо в телегу запустить. Я же блогер. Я же лидер. Ммм... Короче, рассказываю. Слушали спокойно. Проржались уже, видимо. С ордером на арест сфоткался. Вас спрашивали. Президент ЮАР просил передать официальный сорян за невязочку с ордером. У него тоже в 24-м перевыборы. Только теперь он беспригожно хочет попробовать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А что вы ржёте? Может, получится. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Долпан из Биркбанк. Слушаю. Герман Оскарович. Владимир Владимирович, службой безопасности замечена подозрительная операция. Не подозрительная, а специальная. И не я ее начал. И кончил бы уже. Если б мог. Ну, вот и где ФСБ? Почему они, когда надо, звонки не блокируют? Кто звонил? Да у Алины деньги кончились. Вот они с Грифом и прикалываются. Шойго, где деньги? Да в Бахмуте он. В Бахмуте. Ну, вроде пост в телегу выложил. Перехожу к самобичеванию. Никому не нужен. Уйду красиво. Как самурай. Где-то тут у меня меч был. Так вот. Это Харагири. И вот с вам по этому поводу. Хоку. Ядерный пепел. Опознает ли спестками сакуры? Нахерачился. Теперь к делу. Была у них в ЮАР одна весьма перспективная история. А противит называется. Лишаешь большую часть населения гражданских прав, загоняешь их в резервацию. А если кто возмущается, то сразу в тюрьму или расстреливаешь. Изи. Не. Но у нас не так. Как я гарант Конституции, кого-нибудь без суда и следствия и в тюрьму? Нет. Такого никогда в России матушки не было. Нет. И не будем загадывать. Хреновая для вас схема. Вот у них Нельсон Манделла просидел 27 лет в тюрьме, вышел и стал президентом. Зэков везде уважают. Ну, то, извините меня, Нельсон Манделла. У нас-то такие не сидят. Но разве есть у нас в тюрьме харизматичный лидер, который давно сидит, пользуется популярностью и может смело бросить мне вызов... А, ой. А может, этого гражданина вообще не выпускать? Да не бойтесь, Владимир Владимирович. Ну, как он выйдет? Навалим этому гражданину еще лет 19. Наваливайте, наваливайте. Он ничего не сделает. Только контракт с вашей этой Минобороны заключит и выйдет. Шойго! Где наш отель? А Шойго? В Северной Корее. Ох, слава богу. А то все в бахмут, да в бахмут. Кажется, он бредит. Ты это впервые заметил? Бабки. 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 Что это с ним? Это у него сейчас вся жизнь перед глазами пролетела. Надо его сейчас как-то в чувства привести. Всегда мечтал это сделать. Алина. Еще, еще. Не останавливайся. Найдем в сортире. И в сортире их замочим. Как это понимать? Кажись, он в 2000 год вернулся. Давай еще. Ни при каких обстоятельствах. Менять конституцию я не намерен. 2005-й. Он возвращается. Считаю, что нет необходимости повышения пенсионного возраста в Российской Федерации. А это в каком году было? Сложно сказать. Он это повторял с 2005 по 2017. Давай еще. Признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. А сейчас посильнее, ебни. Кувалдой, пожалуйста. М-да. Вот бы уметь вовремя остановиться. Жаль. Хороший клон. Был. Дайте-ка мне нового командующего ВКС. Ну, этого, Суровикина заменителя. Товарищ Верховный Главнокомандующий. Алло. Генерал Авзелов. Помните, для чего я вас назначал? Пора. Комплекс С-300 в боевую готовность. Захват цели. Пуск. Цель поражена, товарищ Верховный Главнокомандующий. Три, три, пол, ап, пол. Самолет. Легко меня уносит. Шойго! Где парасчеты? Ну и как вам? На мой вкус, первый блин точно вышел никому. Кстати, обратите внимание, сценарий, я напомню, был написан в июне прошлого года. Сразу после неудавшегося мятежа Пригожина. И в сценарии была придумана развязка, катастрофа. А за день до съемок, в августе прошлого года, стало известно о реальной развязке сюжета, крушение Пригожинского самолета. И вот представьте себе, если бы авторам новых кукол удалось снять, смонтировать и выложить в сеть этот выпуск, ну, чуточку раньше, за несколько дней до крушения Пригожинского самолета, наверное, авторов бы сочли прорицателями. И решили, что у них есть какие-то невероятные источники информации. Покруче, чем те, которые якобы есть у знаменитого профессора Соловьева. Ну что ж, посмотрим. Может быть, сбудется и какой-нибудь следующий прогноз новых кукол. Будем ждать с нетерпением очередного выпуска. Ну и еще раз, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забывайте подписываться, если еще не подписались. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!